которые мешают нормальному управлению пространством развития. Первое. Отсутствие государственной стратегии. Куда идем? Отсутствие общепринятого образа будущего. Есть нацпроекты, но нет долгосрочной стратегии, что приводит к отсутствию приемственности поколений. Второе. Отсутствие идеологии и ее влияния на управление пространством развития. Проблемно, например, внести поправки в конституцию, некорректность статьи, которые вы видите на экране, потери ценностных приоритетов, потери русской самоидентичности. Третье. Недрили граждан в то, что они могут участвовать в принятии решений. Кризис доверия населения и невовлеченность широких слоев населения в формирование управленческих решений. Четвертое. Отсутствие четкого утверждения в интересах кого осуществляется управление пространством развития. Интересы экономических групп преобладают над интересами граждан. Отсутствует механизм регулирования. Отсутствует реально действующая политическая системная деятельность в стране. Пятое. Самая система управления является проблемой. Структуры, точки влияния, полномочия, распределения полномочий по федеральным законам. На субъектном уровне существует проблема непричиненности федеральных структур. Следующий пункт у нас это цели. После того, как у нас формировали проблемы, мы путем рейтинговой системы определились со своими целями. Первое – это развитие государственной стратегии постранственного развития не только экономического характера. Второе – объявить и провести до 2021 года всеобщий референдум о внесении поправок в Конституцию. В том числе статья 9 часть 2 о собственности земли, статья 13 часть 2 об идеологии и статья 15 часть 4 внешнего управления. И еще статья 75 часть 2 о Сатарбанке. Следующая цель – это создание безопасного и комфортного пространства для жизнедеятельности человека. Затем идет рост доходных граждан, должен к 2030 году возрасти в три раза. И последнее – это стабильная и прозрачная международовластия, не подверженная заклада управления эгоэлементами. Далее мы определились в миссии. Большое спасибо за внимание. Значит, мы сформировали следующую миссию для управления пространственным развитием. Это создание разных возможностей для всех слоев населения в участии в управлении производством, ресурсами и социальными отношениями. При обеспечении устойчивого качества жизни на основе старо-славянского полного права. Для тех, кто не знает, это речевое многолитерное круговое управление. Единомыслие и логичность рассуждений участников управления. Осмысленность действий и реализация замыслов пространственного управления. Дальше мы перешли к формированию образа будущего. Поближе. Далее мы перешли к формированию образа будущего. Образ будущего мы сейчас изложим по нашим участникам, которые выбрали для себя определенные призмы, где они будут участвовать завтра. Я буду участвовать в направлении духовно-нравственного развития. И, соответственно, читаю ту часть образа будущего, которая относится к духовно-нравственному развитию. Это взаимоотношение внутри общества строится на нравственных нормах и нормах права. Достигнуто полное отсутствие безнравственных эгоистических элементов в копе новой структуре управления. Основа государства – традиционные семейные ценности. Осознание приоритета экологии души. Сердце, совесть, добрососедство, сообщество. Моя лица экономика. Общество 3D+, дом, дел и движение на основе эффективных, качественных и удобных государственных услуг. Достигнуто высокоэффективное, логичное и целесообразное взаимодействие всех участников производственно-экономических отношений, позволившего увеличить уровень жизни и безопасности населения в 10 раз. Лица, принимающие решения, имеют полноту ресурсов и ответственности. Работает институциональный механизм динамичного развития человеческого потенциала в адаптации территории к климатическим изменениям. Более равномерно распределил народ по всей территории России. У меня направление политика. Благодаря внедрению принципов открытой выборности высотонаравственных кандидатов и управлянцев, и в кислово-сокопрофессиональных специалистов на основе безоплатного, копного, многолидерного управления и совмещения обязанностей управляться с текущей деятельностью, стало возможным управлением пространственным развитием, изолировано от борьбы различных политических групп внутри страны. Реализуются равные возможности к участию в управлении для всех слоев населения. Русский государство образующий народ. Все страны мира перенимают российский опыт управления в пространственном развитии. У меня мировоззрение. Трансформация общества потребителей в общество творцов производителя произошла. Человек-творец. Гармония, человек-природа. Возвращение ведущей роли России к нравственному и экономическому процветанию человечества. Еще социальная сфера. Широкие слои населения вовлечены в процессы формирования решений на основе государственной идеологии. Достигнуто высокоеффективное взаимодействие всех участников семейно-социальных отношений на основе любви, дружбы и взаимопомощи. Итак, по поводу дорожной карты. У нас следующее решение. Первое. Собрать миллион подписей за приведение референдума по поводу внесения поправки в четырем статьях Конституции Российской Федерации к 2020 году. Второе. Проработка вопросов для референдума в 2021 год. Третье. Подготовка новой редакции Конституции Российской Федерации с учетом вот этих поправок в 2021 год. Четвертое. Приведение референдума в 2022 год. И пятое. Воплощение образа будущего в 2035 году. Собственно говоря, вы, наверное, увидели, что в работе нашей группы нашло отражение того, что мы до этого не открывались, несмотря на образ, точнее, объект управления. Поэтому высказывались часто в более общих вопросах. На этом, наверное, все, если есть какие-то вопросы. Продолжение следует.